Москва готовится к закрытию велосезона. Департамент транспорта совместно с проектом Let's Bike It проведут предстоящую субботу акцию в поддержку велосипедистов. Горожан ждут гонки на складных велосипедах, выставки ретро-техники и семейный велопарад. Пробная акция прошла в понедельник. Москвичам предложили добраться на работу на велосипеде. Несмотря на прохладную погоду, нашлось немало желающих пересесть на двухколесный транспорт. Это заряд энергии с утра, экономия времени. Я обычно хожу от метро пешком, это достаточно долго, минут 20 на велосипеде, даже с крюком получилось намного быстрее и удобнее. Из дома, в Сокольнике, проехал по Русаковской, выехал на Садовое, ну и потом по Ленинградке доехал до офиса. В качестве дополнительного стимула скидки от городского велопроката, раздачи фруктов и шоколада, а также кофе в подарок в популярных кофейнях. К нам приходили ребята, они делали селфи с велосипедом, вот так вот снимая себя на фоне наших кофейн, и мы делали им такой подарок, мы варили для них наши напитки. Довольно много народу пришло, если честно, я не знаю точных цифр, но человек, мне кажется, 40-50. Сами организаторы Департамент транспорта Москвы к акции решили подойти радикально и вовсе закрыли автомобильную парковку для своих сотрудников. Сотрудники могут приехать или на общественном транспорте, или на велосипеде. Мы хотим показать жителям Москвы другую альтернативу общественному и личному транспорту. В летний период можно доехать на велосипеде. Акция приобрела корпоративный характер. На велосипедных парковках у офисных центров не было свободных мест. Некоторые компании сделали еще дополнительные какие-то бонусы тем, как приедут на велосипеде. Они, не знаю, там бесплатные завтраки, скидки на обеды, какие-то конкурсы между сотрудниками. Это очень здорово. Мы этого не ожидали, чтобы с первой же акции начнется такая вот поддержка. Тех, кто не решился в этот день пересесть на велосипед, тоже можно понять. По словам организаторов, Москва пока еще не велосипедный город. Дорожная инфраструктура лишь частично приспособлена для велосипедистов. Это небезопасно, надо признать. Это не всегда удобно с точки зрения, например, подземных переходов, которых очень много и приходится велосипед в руках. Москва разделена железнодорожными путями и не всегда получается их, ну как бы по прямой там бы получилось 3 километра, а в объезд получается 30 километров. То есть вот это большая проблема. Нет мест для хранения велосипедов. То есть бывает так, что около офиса или вуза человеку просто негде от велосипеда. Согласно информации на сайте Департамента транспорта Москвы, к 2015 году сеть велодорожек будет увеличена до 300 километров, а также в городе появится более полутора тысяч новых велопарковок. Позволит ли это сделать велосипед альтернативой автомобилям и общественному транспорту, покажет новый велосезон.